Всем привет, это Светлая посылочка из Китая. Извините за долгое будет вступление. Знаете, я как обычно попал из таможни и, конечно же, мне считали, что стоимость по максимуму идет, чтобы в курсе были, сколько вообще таможня платится у нас в Украине. Упаковочка в целом, я думаю, что целая. Единственное, знаете, что плохо. В чем прикол, что в таможне вскрывать ее, ой, вернее, укрепоста вскрывать ее запрещает. Вскрываем и смотрим, что же у нас. Целенькая упаковка пришла или нет. Нет, по-моему, я смотрю, что все симпатично и красиво. Указано GT от Neo 2. Все классно. Я специально взял еще 2T. Я надеюсь, что все в курсе. Здесь с Dimensity 1200 искусственный интеллект идет. Здесь указано, что у нас интересный процессор идет. Я считаю, что самый лучший процессор на теперешний день. С 20-герцовый экран E4. Я думаю, что в курсе в такой теме. Быстрое питание. У нас сейчас уже, знаете, ничего не увидим. Единственное, что указано, что система охлаждения из металла. Извините, там экранчик еще крупнее. И стоимость теперь уже чуть-чуть вкусается. Кто успел, знаете, 11-го числа купить за нормальную стоимость. Но из таможня получилась такая же самая. Скажем так. Так, извините, снова таки вступление было, естественно, же, долгое и нудное в стиле от Доньки. Но, знаете, я всегда люблю вот эти эмоции в первое вскрытие. Не то, что, знаете, вот мне закинули там денег и сказали, типа, скажи, что классный телефон, чтобы все покупали. Он скоро на территории Украины будет. Кстати, он в Украине уже есть. Цена там 15 тысяч рублей нет, если я вот не ошибаюсь. Смотрите, у нас пишется, знакомьтесь с семьей, в компании. У нас интереснейшие инструкции. И, чтобы увидели, какая циферка идет. Есть. Сам телефончик. Всем интересно. Окей. Сторонку. Сюда. Есть. Чехол. Вот честно, в компанию упрекаю именно за чехлы. Именно, знаете, за чего? У них, что белый телефон, там все цвета, у них чехлы стандартные идут. Да, по качеству они классные идут, но, блин, сделайте лучше, чтобы из силикона. Пяташка здоровенная, крупная, но в чем прикол? У нас были в 33 и за габаритами ничем не хуже по опыту. В 34 минуты 100% включается и зарядка идет, и, естественно же, USB-C идет и скрепочка. Все, все самое интересное все увидели. Сторонку, сторонку, сторонку. Снимаем, вы со. Не сюда. Опачки. Ага. Блин, впервые, не знаете, они придумали какую-то хитрую технологию, чтобы мы в телефоне взяли. И, знаете, вот первое, что ты вот видишь. Блок в камере, я вам скажу, что сделали все-таки вот чуточку поинтереснее. У нас есть 2T, чтобы вы глянули до такой степени, знаете, он смотрится скромненько. Вот вообще, вот если взять их, ну что-то, при том, что здесь в 3 камеры идет, но в корпус идет вот здесь глянцевый, здесь он типа стекло, я так думаю, еще и матовое, что смотрится вполне окей. У нас еще есть Poco M4, просто чтобы вы увидели по камерам, какие страшные они здесь и хреновые. Но в любом случае, знаете, будут вам всем рассказать, Костя, какой классный телефон, покупайте. Здесь, естественно же, акцентируют по процессору, по экрану, по камерам и по всему. О камерах я там читал в комментариях, что все сказали, что вкусная шоколадка идет. Ну, вы поняли, что я имею в виду, но это, знаете, у каждого из блогеров свое впечатление и представление идет. Кнопочка включения идет сбоку в каркас, не знаю, чувство, что из пластика сделан полностью. Здесь идет с микрофона вверху, сим-карты. Секундочку. Здесь сим-карты, блин. Где-де-де-де-де-де. Коробка здесь. Секунду, чтобы вы увидели. Раз и два. Извините, упустил. Знаете, вот я всегда, вот если делаю, показываю. Сим-карты, кстати, вот в чем плюс. Впервые в компанию сделала умно. Не знаю, вот вы увидите или нет, вот здесь, где сим-карты, вставлять точечка идет. Вставляете, и все классно. И что мы здесь увидим? Только две симки вставляются. И все, ребята, вот не ждите в чудо. Но в чем плюс? Вот с микрофоном сделали чуть-чуть побольше дырочка. Идет отверстие, если правильно будет сказать. USB-C идет и динамик. Окей. С габаритами у нас есть в компактненький. Два в Т уже испачкаться успел. Блин, только из упаковки. Ну что, взял его. И смотрите, до какой степени он все-таки в компактнее и идет в тоньше и удобнее. Раз и два. С черненьким все увидели. Ну и у нас есть, естественно, уже чуть-чуть вкрупнее. Покафончик. Есть, показываю. Пока им пользуемся. Кстати, вполне еще втерпимый телефон за те деньги, что он стоит. Не знаю, что экран в полная шоколадка. Ну вы поняли, что я хотел сказать. Раз, чехол. Два. И три. Чехол засандалили. Ну, в целом, знаете, стандартный чехол. И компания здесь ничем не удивила. Единственное, что из плюсов, что прикрывается все полностью. Вот именно, ну вот, если будете вкласть на стол, то в конечном итоге будет экранчик в целый. Но вот честно, вот я специально для X50 купил другой в чехол. И за то, что там впачкаются и камеры, и грани, то лучше в чехол, чтобы шел для каждой в камеры с отдельным отверстием. Это просто по опыту еще что из плюсов, что у нас вот здесь есть шубортики, что экран в теории останется еще целеньким. Так, я знаю, что было долго и нудно, но в любом случае включаемся и смотрим, а что же дальше. Кстати, по экранчикам. Опа. А ты включился? И здесь, наверное, F-Market установили. А хитрый я в китайце. Вот видите, что они делают сразу. Да, ребятки, учите. Здесь, наверное, на 100% ты изначально вот не включишь. Испытаем чуть-чуть попозже локализация. Это чистая глобалка. И в теории, я так думаю, что сделан телефон для России. Но и хотя у нас здесь есть украинский еще. Прикиньте, да? Бывает и такое чудо. Ищем бесплативного интереса Украина. PRST Украина вперед. Я соглашаюсь. Продолжить есть в TP-Link. Пока. Я считаю, что лучше упустить. Знаете, по опыту. Стандартным экраном, чтобы вы увидели, в такой степени он тусклый. Вот здесь идет. Это просто... Знаете, пользуйтесь им. И вы будете в курсе, что я рассказываю и пытаюсь сказать для вас. Раз, один, два, три, четыре, пять. Раз. Есть. Ждем. Сканер в экране и там, где Ленька любит. И хотя все блогеры говорят, что здесь неудобно. Ребят, вы просто, знаете, не пользовались телефонами в компании. Я к нему привык уже. Из-за этого мне вполне уже комфортно. Импорт там со старого телефона и из нового. В пока вот не интересует. В пока у нас первые эмоции, что же нас ждет, встречает в телефоне. Естественно же, у нас изначально идет и Яндекс, куча хлама и мусора, знаете, в котором все мы не пользуемся. Здесь я впервые встречаю. Вот есть такая функция. Не знаю, что улучшается, типа, в картинках. Ну, включим до спортивного интереса. Пусть еще и такая вот штука будет. Что еще интересно. Вот режим чтения у нас есть. Темная тема. Впишем экран. Оплата в телефона включается, кстати. И есть режим супер в турбо. Джейти. Но по опыту, знаете, сколько вот мы не включали, это еще для телефона становится все-таки похуже. Так что лучше вот такую функцию вот не включайте. Вот, ребят, действительно, вот не обманываю. Я говорю, вот как оно есть. Есть. Включаемся к интернету. Опачки. И сразу мы включили. Ага, какой я хитрый, да? Обои. Изменяем обои, чтобы, знаете, симпатичная картинка была. Вот, я не знаю, вот, нет. Вот. Стало сразу и вполне интереснее и красивее. Теперь включаем установочки. Экранчик. Где у нас есть экран? Сюда. Автоматическую отключаем. На 100%, ребят. И смотрите, что у нас вот есть стандартные. Вот все вот кричат. Вот, E4 экран. Это просто там по качеству. Это бомба идет. Вот так же сам автоматическую. Отключаем. И вот смотрим по экрану. Вот скажите, какие, знаете, отличия. Единственное, я смотрю, что вот первое впечатление в температура экрана отличается. По факту больше ничего вот не видел. В темную тему включать, я считаю, что глупо. Изначально, вот знаете, вот есть люди, ну, кто пользуется, но вот я ее всегда вот не включаю, чтобы текст в нем читался получше. Изменяется в температура. Так, видео еще. Вот здесь уже будет поинтереснее. Естественно же, включается и 60 Гц, и 120. Плохо, что нет 90, вот, например. Или там, вот, теперь сейчас уже из последних телефонов, E включается автоматически. Включающий до в герца. Изменяется экранчик. Вот это было бы уже всегда покруче. Всегда включенный дисплей. Что у нас, интересно, скачивается из интернета в тем или нет. По-моему, здесь такой штуки еще вот нет, ребят. Да. Пользовательский, только текст. Ну, это если захотели, то сами что-то и включайте. Ну, знаете, компания попыталась вот что-то изменить, но я бы не сказал бы, что вот настолько оно стало вот лучше. Тут включается и время, когда включается, сколько там запланировано в целый день. Знаете, кому вот что, комфортнее. Все-таки это тоже вполне классно. Что меня интересовало, еще и звук, тем более компания сказала, что здесь с вибрацией вообще, типа, все круто будет. Включающий в Dolby Atmos у нас есть, но лучше включить, чтобы было музыка. По опыту, по самому лучше выключайте вот эту хрень. Она в конечном итоге звучание телефона все испортит, но в любом случае для спортивного интереса попытаемся флешечку включить. И по идее, наверное, она включается у нас здесь. Апата, включение компьютеров, смотрите, включается. К автомобилю тут нет, в таком случае внизу идет OTG. Есть, включается, слава богу. Ага, прикиньте, и такое бывает даже. И все включается с первой попытки даже. Хах. Ну и где флешка? Ау. Ты издеваешься или что? Так, смотрите, вот пишется, вот, оказалось, что флешков читать он вообще вот не хочет. Честно говоря, я в шоке. Все телефоны из последних включали, и было вполне с таким комфортно. Из-за этого придется вот нам включить вот что, вот всеми, вот, любимый ютубчик, ребят. Чтобы вы и глянули вот на ту шикарнейшую картинку с экраном, что вот все, я думаю, что все блогеры вот рассказывали, блин, что и диване в телефон, только ставьте вот лайки там с подпиской обязательно, и еще там кому-то идите и пишите. Здесь вот, ребят, включаем раз, два, в качество. Кстати, вплоть, наверное, в 4 киев включается, но я не думаю, что интернет потянет в такое, в телефоны, но включим для спортивного интереса. И изображение вот тут, просто чтобы вы вживую увидели. Ну, честно, вполне симпатично. Я даже, знаете, вот, ну, и хотелось бы в примахаться к телефону, но вполне все еще идет красивенько. Есть. Звучание. Секунду. Раз. Английский. Эпидемик. Ну, и первое включение, естественно, долговатое будет, но хотя бы в чем плюс, что ты включаешь, и нормальный звук. И слушаем звучание. Стереозвук, вот я специально. Стереозвук, вот я специально. Знаете, честно, что стереозвук оказался в телефоне, все-таки я считаю, что плюс, и компания вот хотя бы, ну, услышала от людей и сделала нормальный. Я думаю, все помнят Master Edition, где был единственный динамик. Да, он классный был, но в любом случае чуть-чуть вот не то было. Звук и вибрация, вот мне интересно, а есть, пригласить уведомления, другие сенсорные. Лобби Атмос. Вот нет в пункте изменения с вибрацией. Или если, а нет, включается интенсивность, смотрите. Ну, знаете, честно сказать, чтобы там было так классно, как компания рассказывает, ну, он дергается. Вдруг для девушек окажется приятно, но не для Леньки. Так, сканирование от лица, вот, меня интересовало, все, да, раз, два, три, четыре, продовольный. Да, это Ленька, есть. И смотрим. Все. Смотрите, со скоростью звука. Здесь вообще, ты вот ничего не делаешь, телефон включается и срабатывает сам. Сканирование от лица, все окей. В чем плюс еще? В обалках, что у нас всегда включенный дисплей показывает все уведомления. У меня включающие Vivo X50 глобалка идет, там такого вы не видите. Скорость сканера включения вообще, я вам скажу, тут ставлю 100% в пятерку, все вполне комфортно. Умное, так, кто ездит на автомобиле, то будет интересно, извините, вот, не включая. Наконец-то мы включим свайпы. Извините, вот я вот таким, ну, кнопками для меня пользовался издевательство. И из-за этого, ну, вот, не акцентирован на таком жесты и движения. Вот единственное, по идее, должно быть. Выключаем, выключаем, поднять для активации, автоматически поднять жесты при включенном экране. Вот единственная функция, в которой должна быть всегда включенная в телефоне. Сделали в тук-тук и включился. Все. Остальное все лучше выключайте, вот не включайте, но и аккумулятор будет вздыхать быстрее и все полностью. То есть, у нас есть удобная кнопка, запись экрана, снимок экрана, быстрое возвращение. Не знаю, кто им пользуется, но в любом случае, боковая панель. Тем более, выключаю, никогда вот не использовался. Там быстрые запуски, все полностью, это все глупости. По аккумулятору, экономия, супер экономия аккумулятора. И, конечно же, включается режим JT. Да, ребята, это, я так понял, что только для гонщиков. Но, знаете, захотите ушатать свой телефон, аккумулятор и все полностью, то включайте его. Но, по опыту, лучше не включайте. Из памяти используется 19,9 ГБ, всего 128 ГБ. Я так думаю, что все так считать умеют. Вполне осталось 108 ГБ, что вполне всем хватит. Так, в клавиатуре не интересно, специальное же включение флешки, которую, кстати, вот не считают, это вообще издевательство. Ну, скид от установок есть. Что информация о самом телефоне? Указано у Триуми JT Neo 5G, 11-й Android, у Триуми V 2.0. Естественно же, увеличивается в память до 5 ГБ. То есть, вы купили шестерку, и в теории, не, из восьмерки, и в теории у вас их будет в 13. Но уже сколько было в тестах на такую тему, что по факту это все, знаете, для галочки используется. Так, в процессоре, я думаю, что все услышали по памяти. Я говорил из версии. Все, интересно, вот мы ничего здесь вот больше не видим. Тикток там и всякий хлам, извините, я включать не хотелось бы. Я считаю, что это уже больше глупость будет. Вот что мне интересовало. Камера 64 пикселя у нас идет. Включается искусственный интеллект, чтобы вы увидели. Здесь включаем 16.9 и, конечно же, включаем установки и смотрим, что у нас вот есть интересно. Знак включаем, чтобы все в курсе, какой в телефон используется, звук затвора, композиция и из видео. Вот смотрите, вот ничего интересного нету изначально. А ну, камера. Раз, вивик. Раз, гномик. Ну, извините, вот гномика, вот знаете, вот гномик у нас специально используется в портрете всегда. Вот я не знаю, сколько вот игрушек не пробовал. Самая крутая игрушка для такого использования это все-таки он. И смотрите, вот здесь он все-таки чуть-чуть слился, но по шапке и верхушке еще похуже. К чему я вот рассказываю, что, знаете, вот Neo 2T, я не думаю, что здесь в камере сильно в конечном итоге отличается. 64 пикселя включать, это лучше включать уже там, где вы снимаете побольше, знаете, в картинках, там уже будет поинтереснее. Есть, естественно, же съемка из звезд, есть двухоконный режим для блогеров, но лучше оставим это вот на примеры и фото, и видео. Слоумов, таймлэпс, у нас есть эксперт, ребят, сканирование текста, ультра, макро, вообще интересно, вот ничего вот нет. Что у нас из видео? Вот что меня интересовало. Самое побольше спускаем в исторочку, и смотрите, сдвигло, 4 вк включаем и 60 кадров в секунду. Стабилизация, вот есть такая ситуация, вот мне же само интересное. Снова всем привет, ребята, вы на канале «Языки из Китая», мы испытываем телефон от компании «Realme GT Neo 2», чтобы глянули автофокус. Вол? Ну сблизка автофокусу, тут 100% впечалька. Мне стало мне интересно. В общем, это на канале «Языки из Китая», мы испытываем телефон от компании «Realme GT Neo 2», «Чтобы глянули автофокус». В целом, вполне окей. Естественно же, выключаете стабилизацию, будь с Full HD и 60 кадров в секунду, но по опыту лучше я сделаю примеры и фото, и видео. Захотели включается и супер стабилизация, и с 30 кадров в секунду, здесь не так уже все, знаете, интересно и сказочно. И плюс за компанией у нас еще включается и широкоугольная камера для и видео, и фото. Вдруг тут используют. Но снова, я все такие, знаете, из моментов оставляю, для чего, вот, ребят, естественно же, для примеров и фото, и видео. Что у нас вот здесь? Знак включенный, интересно, больше ничего мы вот не увидим. По качеству от видео у нас есть, включается в боке и стабилизация. Смотрите, вот здесь мы включили. Все классно. Включается 4К, вот, мне же интересно. Выключим. 4К, вот нет, тут, ребят, экономия 100%, крути, вот, не крути. Одну на секунду. Стал себе бред, ребят, вы на канале Азеки из Кита, за компанию. Видите, как включается, срабатывает. Автофокус еще и лазерный. Что при изменении освещения. Всем спасибо, мира. Есть. И, конечно же, включаем еще боке. Для чего оно классно? Вот, если вы на улицах, где много вот людей включаете, иногда эта штука спасает по полной. Но это при условии, что вы узнаете какой-то крутой там, типа, блогер или кто-то вот вас узнает. и классно. в пол, что из картинка. Интересно, здесь мы вот ничего не видим. Одну секунду. И портет, конечно. Есть. И смотрим, вот здесь уже будет поинтереснее. Извините, в примеры и фото, и видео я вкину уже на следующий вот раз. Вот я считаю, что просто, знаете, оно в конце вот никому вот не интересно. Честно, я считаю, что вот слить ухо полностью, испортить мне всю прическу в боке здесь пока первое впечатление в полный хлам идет. А что же стандартное у нас идет? Ну, и стандартное, и вполне вот симпатичнее. Вот просто, смотрите, у нас есть в боке здесь, да, вот специально показываю ухо вам, чтобы вы увидели, до какой степени оно испорчено. И есть вот долбанный в классный в Покафон, в который все вот рассказывать и хвалить будут, что он классный. А ну, пробуем и. Есть и смотрим, вот что же с Покафон. Кстати, тут камера конкретно похуже, но вот гляньте, вот что вот сделалось здесь с ухом. И что сделать здесь. Вот, ребят, да, детализация, да, не то. Мне нравится, ну, больше в Покафоне, что цвета более натуральные. Тут здесь ты со шлифованной, со шлифованным вот лицом идешь, и знаете, и красивый вот весь в такой. Я всегда говорил, что я, как мужчина, вот не симпатичный, из этого никогда не вкомплексовал. Тем более, что и заикание. По поводу телефона, сто процентов я ставлю ему в пятерку, тем более, учитывая его стоимость, что мы покупали. Даже в плюс в таможне, это просто бомба. Но, вот, ребят, знаете, кто не геймера, и кто ищет комфортный, вот я бы лучше присмотрелся к 2Т. Он конкретно поинтересней, он компактный, удобный, им комфортно в пользу вас. По качеству экранов, там тоже, вот, ничем, не хуже. По камерам я бы не сказал тому, что кто-то из них вот лидер. Единственное, что плюс, что это чистая глобалка, здесь чистый в Китае. А вы уже, я всегда акцентировал и буду акцентировать, вы у меня все умнички и учитесь и думаете своей головой. Всем спасибо, знаю, что долго было, но все было только для вас. Пока. Пока.